Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем чтение книги Парлипименон. И сегодня у нас будет десятая глава, она все-таки значительно легче предыдущих глав, в которых только имена родословные и очень незначительные такие объяснения. А здесь уже как бы наступает сюжетная линия, и первая тема — это смерть царя Саула. Она описывается с первого стиха по 14, последний стих этой главы. И мы читаем, что филистимляне воевали с Израилем, и побежали израилетяне от филистимлян, и падали, пораженные на горе Гелвуи. Это же событие описывается в первой книге царств, 31 глава, с 1 по 13 стих. Но когда мы сравниваем подобное описание в книге царей, в книге Парлипименон, мы иногда находим очень интересное дополнение, уточнение. Филистимляне стали побеждать Израиль, потому что царь Саул не сохранил своего достоинства. И еще пророк Самуил, который поставил его царем, указал ему на это, что Господь заберет из твоих рук царство и отдаст другому человеку, только не твои потомки будут управлять, а уже другая династия. То есть имелся в виду дом царя Давида и его потомки. И вот происходит поражение на горе Гелвуи Израиля. «И погнались филистимляне за Саулом и сыновьями его, и убили филистимляне Инофана». Вот имя Инофана первым стоит, потому что это знаковая личность. В повествовании от Давиди это его друг. «И Авинодава и Мелхесуя, сыновей Сауловых, то есть их убили». То есть на глазах у отца он видел как бы кончину своих чад, а это такое серьезное потрясение для человека. «Сражение против Саула усилилось». Здесь буквально повторяются фразы из царей. «И стрелки устремились на него так, что он изранен был стрелками». То есть стрелки из луков, они изранили его стрелами. Конечно, на царе Сауле была кольчуга, и они не могли сразу его умертвить. «И сказал Саул оруженосцу своему, обнажи мечтвой, и заколи меня им, чтобы не пришли эти необрезанные и не надругались надо мною». Но оруженосец не решился, потому что очень испугался. Тогда Саул взял меч и пал на него. В другом случае описано, что он пал на копье. Возможно, было несколько попыток, как умертвить себя, потому что он не хотел сдаваться врагам. «Орженосец его, увидев, что Саул умер, и сам пал на меч и умер. И умер Саул, и три сына его, и весь дом его вместе с ним умер». На самом деле, весь дом не умер. Остались его потомки, сын его остался. Но почему сказано, что весь дом его вместе с ним умер? Потому что в этот день на Гелвуе они все погибли. То есть смерть Саула предрешила смерть всей династии, хотя фактически потомки Саула продолжали жить. Как и гибель русского царя, она предрешила гибель целой страны, потому что династия как бы пресекается, и народ теперь будет нести наказание за то, что не уберегли помазанника. «Когда увидели израилетяне, которые были в долине, что все бегут, и что Саул и сыновья его умерли». Что значит «бегут»? То есть предали Саула, своего царя, убежали с поля боя, как Николай II в своем дневнике писал, вокруг трусость, предательство и обман. А они бросили царя, оставили города свои и разбежались. И действия филистимлян, то есть врагов народа Божия, а филистимляне пришли и поселились в них. То есть если мы оставляем свои города, то кто-то приходит и там начинает жить. Иногда верующие меня спрашивают, а не стоит ли покинуть Москву, уехать в какую-нибудь деревню, подальше от города, от городской жизни. Я обычно говорю так, Москву сдавать не будем. Будем твердо отстаивать. Это первопрестольное наше. А здесь вот люди в такой сумятице. И мы читаем далее. На другой день, то есть после битвы, пришли филистимляне обирать убитых. Бой — это очень тяжелое дело. Бой длился значительное время, и все они изнемогли, только на следующий день они пришли за трофеями обирать убитых. И нашли Саула и сыновей его, павших на горе Гелвуйской. Ну, для филистимлян это была как бы победа или видимость победы. Потом Господь, конечно, им воздаст суровым наказанием. И раздели его, раздели, то есть сняли с него царские одежды, царскую кольчугу, и сняли с него голову его и оружие его, и послали по земле филистимской, чтобы возвестить осен перед идолами их и пред народом. То есть они показывали голову царя, его оружие в капищах своих богов, то есть они праздновали эту победу над божьим народом. И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона. Это их идол. Насколько я помню, он был получеловек, полурыба, то есть такой, вот есть русалки, это такой русал был, если так можно, конечно, сказать. И услышал весь Иовис Галаадский все, что сделали филистимляне с Саулом. Иовис Галаадский — это поселение, где жили очень благочестивые люди, и они возмутились, что такое надругательство было над телом царя. И поднялись все люди сильные. Вот здесь не говорится, а в книгах царей говорится, и шли всю ночь. То есть они поднялись где-то вечером, всю ночь шли. И поднялись все люди сильные, взяли тело Саула и тела сыновей его, и привезли их в Иовис, и похоронили кости их под дубом в Иовисе и постили семь дней. То есть здесь мы видим, что чтобы поддержать душу усопших, они постятся семь дней. То есть оказывается, можно не только молиться за мертвых, но и благотворительные деяния совершать от лица усопших, и даже пост нести. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что дисцаблюл слова Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Это имеется в виду событие, которое описано в первой книге царей, когда он пошел к каиндорской ведьме, чтобы она вызвала мертвого Саула, потому что Господь как бы перестал отвечать на его вопрошение. Но это не означало, что надо идти к ведьме. И в этом был его грех серьезный. И когда он шел к этой ведьме, он даже переоделся, то есть снял с себя царские одежды, одел другие одежды. И вот этот момент переодевания, это как бы момент отречения от того помазания, которое он имел, которое оберегало его. А после, ну что ему сказало это видение, которое вызвало аэндорская ведьма, что он завтра будет мертв, будет находиться вместе с Саулом в другом мире. И он так переживал это откровение ему, но добытое таким незаконным образом через ведьму, что он как мертвый был. И его воины в окружении испугались за него, дали ему немножко хлеба поесть. И потом вот эта битва на горе Гелуи. То есть он на самом деле сам погубил как бы свой дом. И здесь мы прочитали «Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред Господом, за то, что не соблюл слово Господня и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа». То есть даже когда Господь молчит, не отвечает, все равно надо обращаться только к Богу и ни в коем случае нельзя обращаться к каким-то ведьмам, к каким-то колдунам. Зато он, то есть Господь, умертвил его и передал царство Давиду, сыну Исееву. Этими словами оканчивается эта глава.